Здравствуйте! На Первом Ярославском начинается программа «На страже порядка». Специальный проект, посвященный работе Ярославской полиции. В студии Юрий Кораблёв. И вот, что вы увидите сегодня. Побили все рекорды. Эффективность работы Ярославского наркоконтроля налицо. В регионе идут массовые задержания наркокурьеров. Большое дело в задержании преступников играет кинологическая служба. Все секреты работы узнал корреспондент программы «На страже порядка». Золотым погоном пять лет. Вокально-инструментальный ансамбль УМВД России по Ярославской области отмечает первый юбилей. Одним из важнейших направлений деятельности областной полиции остается контроль за оборотом наркотиков. Задержание наркокурьеров. Изъятие запрещенных веществ оперативники проводят почти каждый день. Эффективность работы ведомства налицо. Количество изъятых наркотиков превышает показатели соседних регионов в разы. Об этом говорят и на специальном совещании с представителями диаспор в мэрии Ярославля. За последнее время оперативники наркоконтроля закрыли несколько каналов поставки героина в Ярославль. Один из каналов работал прямо из Москвы. Организовали этот канал поставки молодые ребята, уроженцы республики Таджикистан. Задержанные лица, возбужденные уголовные дела в разных районах. Указанные лица пребывали в наш регион, проживали в съемных квартирах. В последующем уже организовали, собирали вокруг себя единомышленников и организовали сбыт наркотиков по закладкам. Канал пресечен, люди задержаны. В Ярославской области проводится операция МАК. Сыщики следят за незаконным выращиванием маковой соломы. Первый этап завершили недавно. В ходе работы возбуждено больше 60 уголовных дел. Проходит второй этап. За две недели этой операции уже возбуждено, привлечено к уголовной ответственности 15 лиц. Возбуждено уголовное дело в отношении одного лица, который культивировал наркосодержащие растения. Буквально три дня назад был пресечен канал поставки героина из Московской области. Также вооруженцем Таджикистана на настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В интересах следствия я пока не могу говорить. Но очень интересное дело. Часть наркотика планировалась для дальнейшей реализации в Ивановской области, в Касарамской области. А часть у нас в регионе. Курьер задержан. В настоящее время сейчас все участники устанавливаются. И ведется следствие. Интенсивную работу правоохранители ведут с этническими диаспорами. Представители от каждой национальности, присутствующей на территории региона, пригласили в Большой зал мэрии Ярославля. Профилактическое совещание посвятили теме пресечения поставок наркотиков из стран ближнего зарубежья. Говорили о моральном воспитании молодежи. По данным наркополиции, Ярославская область является лидером по количеству задержаний наркокурьеров и изъятию запрещенных веществ. Показатели соседних регионов куда скромнее. Только за этот год у нас изъято более 27 килограммов наркотиков. Из них около 7 килограмм наркотических героин. Остальные наркотики это синтетического вида наркотики, канабиноидные группы, марихуана, мак. Большую роль в поимке распространителей запрещенных веществ играют ярославцы. Люди стали больше сообщать о случаях продажи наркотиков. Стали более бдительны к своим соседям, соседям по дачам, которые заброшенным дачам. Председатели садоводческих дачных обществ также активно помогают нам в выявлении преступлений, связанных с законом наркотиков. Большую роль в поимке преступников играют служебные собаки. Верные друзья и хорошо обученные животные могут найти преступника по запаху. Наш корреспондент побывал в кинологической службе и почувствовал себя настоящим кинологом. Найти взрывчатку учует след опасного преступника и задержать его – задача не из простых. Но только не для четвероногой полиции. Собаки в центре кинологической службы Ярославля учатся этому с самого рождения. Лере уже пять лет. Но завидев мяч, она радостно прыгает и виляет хвостом. Это всего лишь разминка. Инструктор дает команду по-немецки. Овчарка тут же бросается прочесывать местность. Полминуты и все спрятанные улики найдены. ЦКС у нас непосредственно сейчас развивается, строится. У нас предусмотрен бассейн для собак достаточно большой. Он будет 5 на 11 метров. Там можем проводить полноценные тренировки физические, давать физическую нагрузку собакам для развития физики, что немаловажно. В кинологическом центре не так давно появилось пополнение. Лера стала бабушкой. Бруту всего пять месяцев. А он с легкостью проходит полосу препятствий. Собаки, показывающие особые успехи, отправляются в командировки. Сейчас трое храбрецов служат на Кавказе. Помимо розыска, овчарок учат обезвреживать преступников. По команде ФАС четвероногие друзья превращаются в мощное оружие. Сейчас будет происходить задержание преступника. Меня будет ловить Пандора. И моя задача как преступника убежать как можно дальше. Посмотрим, получится ли это. Ну, как правило, если даже было задержание, люди, они психологически боятся собак. Как правило, они конфликтуют и поэтому стараются не ввязываться в бой. Поэтому мы редко используем по задержанию собак. Сном след. Ходите ли вы на массовые городские мероприятия? Значит, ваша безопасность в руках кинологов. За несколько часов до начала профессионалы центра прочесывают местность, ищут взрывчатку. В этом им помогают лабрадоры. Основная работа у нас с собакой – это профилактические мероприятия по поиску взрывчатых веществ на массовых мероприятиях. Это перед началом хоккейных матчей, футбольных, стадионных, арена 2000 локомотив. Чтобы достичь максимальных успехов, за воспитание лохматых бойцов берутся с рождения. Сейчас на подготовке инструктора Василия находятся два щенка. Подают большие надежды. Ну и, конечно, самое важное в работе с животными – терпение и любовь к своему делу. Вокально-инструментальному ансамблю ОМВД России по Ярославской области исполняется пять лет. К юбилярам отправилась съемочная группа программы «На страже порядка». Не только охрана общественного порядка, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, но и творчество. В этом году в истории вокально-инструментального ансамбля областной полиции «Золотые погоны» – знаменательная дата. Он был образован ровно пять лет назад. Начиналось, наверное, просто с художественной самодеятельности, которая существует в органах внутренних дел. Благодаря нашим творческим конкурсам, которые проходят среди сотрудников, мы открываем новые имена новых талантливых людей среди них. Ты веками непонятно, чужих земли мудреца. Идея создать вокальный ансамбль принадлежит начальнику областной полиции генерал-майору Николаю Трифонову. В коллектив вошли сотрудники и работники разных подразделений ОМВД, госавтоинспекции информационного центра, вневедомственной охраны культурного центра, пресс-службы. Большая часть ансамбля – это люди просто увлеченные. Ну, безусловно, кто-то из ребят занимался в музыкальной школе, но никаким образом профессиональных навыков, профессионального образования нет ни у кого. Основной репертуар – патриотические песни. «Золотые погоны» исполняют более 50 произведений. Выступают не только на внутриведомственных концертах. Жители больших городов с большим удовольствием слушали концерты ансамбля. За годы существования коллектив был участником многих музыкальных и творческих конкурсов. Давал концерты на Северном Кавказе, где несли службу сотрудники органов внутренних дел. Выступал в детских домах и других социальных учреждениях. В копилке коллектива множество наград. За пять лет есть, наверное, уже даже немало достижений, поскольку ежегодно ансамбль принимает участие в музыкальных фестивалях всероссийского масштаба в составе ведомства. Это фестиваль музыкального творчества МВД России «Щиты Лира», «Милосердие Белых ночей». За это время ребята неоднократно становились лауреатами этих конкурсов. И в 2016 году они стали абсолютными победителями в фестивале музыкального творчества МВД России «Щиты Лира». Золотые погоны выступали вместе с Мурадом Аномамедовым, Ярославским губернаторским симфоническим оркестром, с оркестром русских народных инструментов струны Руси, с муниципальным духовым оркестром. 29 августа состоится юбилейный концерт ансамбля в Ярославской филармонии. С вами была программа «На страже порядка» – специальный проект, посвященный работе Ярославской полиции. Смотрите нас по воскресеньям в 9 часов утра и по понедельникам в 18.30. В студии для вас работал Юрий Краблев. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА